Друзья, всем привет! На связи Александр Кузин, канал Волоноско. И сегодня долгожданный обзор Пресненского района. Начинаем этот обзор с сити. Будем продвигаться потихонечку по Пресненскому району, смотреть какие есть как сданные проекты недавно, так и новые проекты. И также те, кто посмотрит до конца, мы анонсируем, расскажем про классный проект, который вот-вот будет стартовать, поэтому смотрите до конца. Поехали! Если мы говорим про Пресню, про Пресненский район, конечно же, в основном все хотят такую тихую Пресню. Начинаем от сити, там у нас находится офис нашей компании One Moscow. Вот, кстати, приходите, всех приглашаем в гости. Мы находимся в городе столиц. И поэтому сегодня мы начали свой рассказ отсюда, но про сити говорить не будем. Просите, наверное, есть смысл снять отдельный выпуск. Ну и мы часто показываем башни, показываем квартиры с отделкой. Вот здесь вот можно посмотреть. Начнем, наверное, с сити-парка. Проект, который на самом деле находится на такой золотой земле, как сейчас говорят, да, но был реализован застройщиком, который никогда такие проекты не строил в таких местах. И поэтому реализация оказалась не очень. Но, тем не менее, интересный проект тоже покажем. Потом передвинемся в локацию, где находятся сразу три таких больших проекта. Это Redside, Eleven и Lucky. Ну и потом чуть дальше в финале переместимся на Тишинку, так называемую. Это тоже такая тихая Пресня, которая находится ближе к локации Белорусской. Это Пресненский, Грузинский вал, Тишинские переулки. Посмотрим, что есть там. Прокажем, какие вообще есть красивые места для прогулок. Расскажем про инфраструктуру. Мы попали на территорию первого ЖК, сити-парк. Застройщик-монарх. В 16-м году начали строить, в 19-м году сдали. Здесь несколько корпусов, порядка 1200 квартир. Все без отделки сдавалось. Я живу в ЖК-онли. Это с другой стороны сити, с другой стороны реки, ближе к парку Фили. В сторону Пресни мы тоже постоянно рассматриваем женой варианты. И сити-парк всегда попадает во внимание. То есть особенно те, кто любит Шелепиху, Пресню, кому нужно, например, жить в сити. Это один из самых таких понятных проектов уже сданных. Смотрите, какая красота, тишина. При этом до сити, вот мы дошли за 7 минут. Очень хорошая территория. Самый главный минус сити-парка – это качество строительства. То есть сам дом достаточно простенько сделан. Потому что сейчас, на самом деле, цены средние 800-900 за метр. Причем, ну и без отделки даже можно купить. Можно там за 750 найти варианты. Очень все зависит от вида, от этажа. У нас есть клиенты, они сделали ремонт, они здесь сейчас живут. Но они ищут альтернативы. То есть кому-то не нравится планировка, кому-то качество строительства. Но всем очень нравится локация. В каком случае вам следует обратить внимание на сити-парк? Здесь много квартир можно посмотреть и с отделкой, и без отделки, и так далее. И в аренду можно посмотреть, в принципе, за достаточно адекватные деньги. Но я видел квартиры там 250-300 тысяч в месяц. Много корпусов, большая территория, шумно-людно. При этом есть своя инфраструктура. Если вы прям хотите готовое на пресне, у вас будет выбор там Радсайд, Сити-парк и там еще ряд комплексов, если прям сейчас хотите. Если, конечно, хотите чуть подождать или вообще хотите вложиться и в будущем здесь жить, конечно, надо смотреть другие проекты. Мы переместились. Вот видите Сити-парк, да, вот там Сити. Кстати, еще не сказал про Capital Towers, который находится вот здесь вот возле своего небольшого сквера. И в отличие от Сити, это как раз квартиры с отделкой. Но немножко сроки сдачи сдвинулись, сдачи этого проекта, где будет где-то в первом квартале 23-го года. Ну, это проект на набережной, то есть это высотный проект. А мы сегодня именно говорим про тихую пресню, поэтому просто упомянуть стоит, что если вы, например, хотите на набережной, там высота, красота, виды, то вот Capital Towers можно рассмотреть. Мы переместились в парк Красногвардейские пруды. Есть вот большой пруд, есть малый пруд. И вот в принципе весь этот парк, он тянется до Звенигородского шоссе. Там как раз где находятся проекты Радсайд, Левен и Лаки. Кстати, плюсы сити-парка в том, что люди могут выйти прямо вот из калитки, да, пройтись вот здесь вот не по проезжей части. По сути дела у них есть выход сюда. Здесь можно прямо вот прогуляться, то есть стоят лавочки, небольшие кафешки, туалет есть, что очень важно. Как вы помните, в Воронцовском парке туалеты не работают, а здесь туалеты всегда работают. Из трех туалетов, которые я протестировал, вот работают они не работают, да только один работает. Именно вот этот парк, вот эти пруды, вот это место, в центре очень мало таких мест. Шарм Пресни, ее вот этот дикий рост цен, да, и вот все хотят только Пресни купить. Он обусловлен тем, что здесь очень много таких зон на самом деле. Если вы живете в центре, у вас там нет вообще никакого парка и даже скверика, это конечно не очень хорошо. А сейчас такое время, что хочется, чтобы рядом было какое-то место для прогулок. Друзья, мы двигаемся потихонечку в сторону Звенигородского шоссе вдоль парка. Посмотрите, какая красота, да, какие хорошие прогулочные зоны. Хотел вам сказать про неоднородность, опять же, нового фонда. По правую руку от меня, буквально вот, наверное, в пяти минутах ходьбы от Сити парка в сторону Звенигородки и метро 905 года находится дом Шмиттовский 16. Дом был построен в начале десятых годов, и, ну, это новый, как бы, современный дом, да. Напишите в комментариях, как вы считаете, вот Шмиттовский 16, это современный жилой проект? Вы даже видели Сити парк, вы сейчас увидите еще ряд проектов, которые мы вам покажем. Смотрите до конца. Сразу по цене, то есть, вот, например, тот же Сити парк с ремонтом, хорошая квартира может доходить до миллиона за метр. То есть, 900 за метр мы спокойно видим ценник, 800 без отделки легко. Здесь с отделкой можно найти лот за, внимание, 450 тысяч за метр, 500 тысяч за метр. При этом это не старый фонд, это не хрущевка. Даже старый фонд, некоторые дома на Тишинке, они стоят там 550-600. А этот, как бы, новый дом, да, стоит 450-500. Но минусы, качество строительства, качество самого дома, проблема с парковкой. При этом в доме, там, есть инфраструктура, есть бассейн, там, магазины и так далее. Его, там, некая неактуальность в современном мире, да, в современное время, сразу роняет цену существенно, там, почти в два раза. Это важно. Часто бывает, видите, какое-то классное предложение, супер дешево вообще. Начинаете разбираться, почему он так стоит, почему он стоит 500 за метр, а Сити Парк стоит 900. Почему вообще вот существует такой некий эффект Пресни? Эффект Пресни – это когда люди очень сильно хотят покупать в конкретной локации, хотя Пресни относится к центральному административному округу, так называемой ЦАО, да. И в ЦАО всегда была средняя цена, ну, даже вот до вот этого активного рынка, да. 800 миллион за метр, сейчас уже там миллион, полтора, два в хабовниках и так далее. Хайп Пресни – это был следующий хайп после хамовников, потому что сначала хамовники резко взлетели в цене. Первые садовые кварталы, первые корпуса, по-моему, здесь продавались по 350 за метр. Можете себе представить, цена старта бизнес-класса и то не везде, и то там в тьму таракани, да, там уже, ну, далеко, скажем так, от третьего транспортного кольца в спальных районах. Почему произошел такой хайп? Потому что люди не хотят жить там на Кузнецком мосту, хотя там есть ЦУМ, Петровка, Неглинная, ты выходишь, у тебя просто вокруг там история, красота и так далее. Люди там не хотят жить, например, там в массе, да, там, допустим, на Китай-городе, потому что оттуда невозможно выехать, хотя там тоже проекты Титул, да, и Тисинский, они тоже, в принципе, пользуются популярностью. Но для тех людей, которые понимают это место, которые там росли, они его хорошо чувствуют. Почему, например, хамовники так выстрелили, да, потому что там было смешение таких трех ключевых факторов, и то же самое на Пресне. Очень классная инфраструктура, это идеальная транспортная доступность, это наличие хороших премиальных проектов. И здесь очень важно сказать про именно транспортную доступность, потому что с инфраструктурой и с проектами во всех центральных локациях неплохо. Но почему-то именно вот прям Пресня, очень много людей хотят здесь жить. Сыграл Эффект Сити, в Сити работает там много, там, десятков тысяч человек. И люди, которые там работают, они не хотят на самом деле жить в Сити, то есть, честно вам скажу, многие из них хотят жить вот в таких вот местах. Потому что здесь можно гулять с детьми, здесь можно наслаждаться природой, ну, как минимум какой-то, да. И, что самое главное, очень удобно можно будет выехать. Надо вам на Шелепиху, там, Фили, пожалуйста. Надо на Кутузовский, выехали трешки, все, погнали на Кутузов. Нужна вам там Рублевка Новая Рига, пожалуйста, тоже быстро можете выйти, там, через Звенигородку и так далее. Надо вам на север, пожалуйста, а мы от Сити доезжаем до Ходынки за 12 минут. И обратно, то есть, если вам нужно в центр, на Кузнецкий мост, на Лубянку, на Китай-город, на Павелецкую, вы достаточно быстро можете доехать. Вот этот фактор делает Пресню один из самых, как бы, качественных локаций для жизни, при этом с очень хорошей транспортной доступностью. И это, как бы, все собирает вот этот огромный спрос вокруг этой локации. Мы переместились в комплексу Родсайд, это достаточно известный проект. Он несколько лет назад был сдан, много корпусов, но при этом территория достаточно компактная, достаточно большой, хороший двор. С точки зрения вот готовности, наверное, и такого цена-качества, это такой хороший, приятный, брендовый уже проект на Пресне. Конечно, его давят с точки зрения качества его именитые соседи от Lucky Eleven, но, тем не менее, проект Родсайд тоже пользуется спросом. Какие здесь фишки? Уже за два года открыта вся инфраструктура, груминг-салоны, World Class вот здесь стоит, азбука вкуса. Фишка в том, что достаточно сложно найти квартиру, то есть, если, например, это квартира с отделкой, она может уже стоить, там, миллион и даже миллион двести. Я сегодня смотрел на Циане, видел хороший лот большой, там, 120 метров, но без отделки можно найти хорошие лоты, там, и 700-800 за метр, и 900, то есть, разброс очень большой. Многим не нравится вот эта часть, потому что это, по сути, другая площадка, то есть, ее, там, планировал то Донстрой застраивать, то еще какой-то застройщик. И, скорее всего, здесь тоже что-то появится, но, как бы, не сейчас, поэтому пока это просто выглядит вот так. Когда мы с клиентом начинаем рассматривать пресни и смотрим какой-то вариант, многие клиенты уходили в ЛАКе, да, или в тот же 11, или вообще в другую локацию, потому что, ну, был такой тезис, не могли найти оптимальную планировку, либо было очень дорого, либо было, как бы, как-то криво по планировке, либо был не тот ремонт, если это квартира с ремонтом, поэтому ликвидного, хорошего остатка качественной недвижимости очень мало, а так, в целом, проект, конечно, хороший. Мы подошли к дизайнерскому дому Eleven от компании «Росстроенвест». Кстати, дом Eleven засветился в нашем фильме «Сделка на миллиард», который мы снимали вместе с Лешей Аверьяновым и Николаем Венедиктовым, фильм про брокеров. Этот дом, на самом деле, имеет такую очень интересную историю, потому что, когда его несколько лет назад начали продавать, на него начало продавать одно известное московское агентство, да, не было продажи, как-то был непонятный застройщик, не было еще такой вот культа пресни, да, и дом как бы не продавался. Потом прямо они резко раскачали продажи, люди поняли, что это, там, точечный продукт в очень классном месте, и, несмотря на то, что там находится Ваганьковское кладбище, но, опять же, дом сделан таким образом, что здесь две башни Альфа и Омега, и вот этой стороной, которая выходит из Вениграда, он фактически без окон, да, то есть это только в основном окна в полах, а в основном все, как бы, квартиры выходят в сторону сити. При этом здесь очень классный выезд, квартиры с полной отделкой, с очень хорошими планировками, с большим количеством окон, остекления, с высокими потолками, и поэтому люди, разглядев этот продукт, там активно пошли сделки, и сейчас здесь практически уже ничего нет, какие-то выборочные переуступки, небольшой объем от застройщика, средние цены 800 миллион, да, скорее, это уже с отделкой, он фактически сдан, да, то есть ведутся внутренние работы, и уже в ближайшие, там, полгода-год, да, люди будут сюда заезжать, дом заживет, обретет, собственно, форму. Это, наверное, такой продукт для тех, кто хочет под ключ, альтернатива Лаки, мы туда как раз сейчас перейдем и расскажем про этот проект, они находятся очень рядом, но они очень разные. Между Родсайдом и Элевеном есть такой маленький участочек, там Интека планирует вот в ближайшее время уже, до лета 22-го года, запустить новый проект, это на улице Сергея Макеева, Дарайк еще не имеет какого-то четкого нейминга, названия, но это будет тоже интересный проект, но, опять же, в компании Интека так, что сегодня как бы одна информация, завтра другая, старты у всех застройщиков сейчас переносятся, поэтому пока наблюдаем, смотрим. Обращение к компании Ташир, когда делаете рекламу, когда отдел маркетинга у вас согласовывают какие-то истории, вы должны знать, вот реклама Onyx Deluxe, да, мы видим Ташир Эстейт, выгоды, готовые квартиры до 10 миллионов в Черемушках, на Звенигородском шоссе, то есть здесь ездят люди, которые там 905-го года, которые там за городом, например, едут в сторону центра, эти люди, они не поедут в Черемушки. Актуальна была бы реклама здесь, не знаю, там, проекта Пресенского района, хорошо вам нёвники, шелепиха, допустим, как минимум, да, но Черемушки плюс сам вид, да, этого баннера, он остается желать лучше, поэтому сейчас время учиться маркетинговым действиям, учиться действовать эффективно и тратить свой бюджет эффективно, это очень важно. Какое-то у меня дежавю, мы на самом деле здесь еще на канале Home Hunter, когда была пандемия, это было как раз вот около двух лет назад, мы снимали, когда этот проект еще только-только начинал строиться, сейчас уже фактически проект в ближайшее время будет сдаваться, это проект Lucky от Vesper, это уже бренд, это уже такое некое имя, это как раз тот проект, который раскачал цены Пресни, просто до немыслимого уровня, вот, например, стоит 900 миллион за метр с отделкой, многие сравнивают с Eleven, но они, как я уже сказал, разные, вот здесь, как видите, много корпусов, не очень много, умеренно, да, при этом с отделкой, с очень классной внутренней инфраструктурой, с интересными такими артефактными моментами, которые находятся во дворе, например, они там восстанавливали, реконструировали некоторые там старые здания, вот эта знаменитая труба, и в принципе реализации проект получается интересной, то есть мы, конечно, посмотрим финально с вами, приедем в одну из квартир, которые там покупал, возможно, наш клиент, покажем, да, там через какое-то время, но сейчас еще здесь есть объем, сюда уходит практически весь спрос, вот, как бы, именно тех людей, которым нужно качество, которые не хотят заморачиваться с ремонтом, с учетом теперешней ситуации, проекты такие, как Lucky Eleven и другие проекты с отделкой, они, конечно, получили вот после вот этих всех самых событий последних месяцев новую жизнь, планка вот этих проектов здесь, да, она очень взята, высокая, поэтому то, что дальше уже будет выходить, все будут равняться всегда на Lucky, сейчас есть сложности с выбором, то есть, например, не всегда можно найти ту самую планировку, которая вам нужна, не всегда можно найти тот корпус, тот вид, но, тем не менее, посмотреть можно, есть еще что посмотреть. Вообще, традиционно, Пресня, это была такая рабочая, крестьянская, пролетарская локация, и вот даже вывески, да, вот, электроника на Пресне, они напоминают дух того времени, и, в принципе, предпосылок, чтобы это стало таким каким-то элитным, респектабельным районом, да, где строились такие проекты, как Lucky Eleven, например, их не было, но, тем не менее, вот, когда географически Москва начала развиваться, когда мы получили кейс с хамовниками, когда мы увидели, что недвижимость не может быть, не всегда может быть однородной, да, там, и среда не всегда может быть однородной, могут быть вот такие вот обычные здания, которые вокруг, и рядом с ними могут быть, на самом деле, какие-то яркие, большие, крутые, классные проекты, такие, о которых мы сегодня говорили. И, если мы посмотрим, то как раз красивые кварталы, проекты, они возникали на месте хлебозаводов, пикадских фабрик, да, каких-то предприятий. Это как раз вот всегда говорит о некой регенерации города, да, когда вместо таких промзон старых заводов появляются красивые, яркие проекты, и это хорошо. Хотя многие градозащитники эту позицию критикуют. За моей спиной находится будущий проект от компании «Форма». Это «Прессинский Вал-27». Этот проект уже в ближайшее время выходит. Мы будем, соответственно, заниматься в том числе реализацией этого проекта. У застройщика не будет своего отдела продаж, и будет несколько компаний, которые будут реализовывать, в том числе и наши компании. Если вот вас заинтересует то, что я сейчас расскажу про этот проект, про это место, да, то обязательно в ВКонтакте есть мое описание, да, если вы прямо сейчас ищите объект для инвестиций, или в ближайшие там 2-3 месяца тоже хотите инвестировать, пишите кодовое слово «Прессинский Вал-27», я вам отправлю классные, интересные условия по данному проекту. Если говорить про вот это место, это та самая настоящая Прессня, потому что, если мы говорим там про Ситипарк, про Сайт, про Лаки, это все-таки Звенигородка, это такая дальняя Прессня. Для местных, которые люди, которые живут в Москве, которые там живут в Прессинском районе, настоящая Прессня, это, по сути, вот баррикадная, да, это, по сути, Прессинский Вал, это Тишинка, это вот Малая Грузинская улица, по которой мы идем как бы сейчас. Проект Прессинский Вал-27, это, по сути дела, будет большой проект, это будут квартиры, не апартаменты, потому что потенциально смотрят еще клиенты многие белорусские, там проекты Слава и там другие проекты, да, других застройщиков, но там в основном апарты, да, уже там Ленинградка идет, это уже чуть другая локация. А это все-таки Тихая Прессня, но здесь очень много мест для прогулок, здесь очень много классных, интересных таких тихих мест. Тут, конечно же, будет вся инфраструктура. В ближайшие 2-3 года, когда построится этот проект, плюс еще будет от Смайник стартовать Фазотрон, он будет стартовать где-то через год, но, по моим ощущениям, здесь как бы появится такая новая классная среда, и в отличие, например, от вот этого пятачка Радсайд Лаки, где вот как бы сразу там 3-4 проекта, да, находятся, это более, скажем так, историческая часть, это здесь можно пешком дойти до баррикадной, например, да, до зоопарка. Там, кстати, тоже строится проект Соловей, вот, те, кому интересно, можно тоже посмотреть, но это тоже такой новый продукт, чуть другое место, но тем не менее, мы можем в этой прогулке тоже это упомянуть. Здесь особенность в том, что тоже классная транспортная доступность, тоже очень классная инфраструктура. Рядом большой офисный кластер в Белорусской, да, там, на самом деле, очень много ресторанов на Белорусской, где Белорусской можно дойти очень близко. При этом вот этот шарм Пресни, он здесь присутствует, и здесь нет огромной большой звенегородки, которая считается неким все равно таким минусом, да, даже у того же Лаки, у того же Радсайда и Левена. У площадки Пресни скивал 27 большой отложенный спрос, то есть, потому что нас постоянно спрашивают про площадку, проект будет подходить, подойти ипотеку, он будет подходить под ипотеку по госпрограмме. По моим прогнозам, средний чек будет, там, ну, на старте, будет на закрытом бронировании, где-то на уровне, там, 600-650 за метр, и будет по финмодели в течение двух-трех лет, зависимо, там еще будет очередность, будет несколько очередей, он будет расти, там, потихонечку, там, к цифрам 750, 800, 900 за метр. То, что мы видим, собственно, там, в Радсайде, в новых проектах, которые уже построены, да, такие цифры. То есть, мы нигде на, даже на этапе стройки не видим, там, 600-700 за метр, все очень сильно дороже. Этот проект, он будет очень большим спросом пользоваться, но, опять же, нужно будет внимательно выбирать планировку, смотреть, куда выходят окна, очень детально, да, прорабатывать этот вопрос. Глубину продвинулись по Малой Грузинской улице, здесь вот буквально в пяти минутах от Преснинского Вала-27, площадки, да, где будет строить форма, находится проект Fantastic House, я его очень сильно люблю, он сейчас продается где-то миллион-миллион 200, он уже сдан. Очень красивый проект, на самом деле, получился очень яркий дом. И вообще, вот видите, очень неоднородная локация. При этом вот здесь находится Синатра. Синатра продавалось 450-500 за метр в свое время, сейчас можно найти, конечно, уже с отделкой, тоже вариант за 800-850. Готовый дом все равно уже, несмотря на то, что это реконструированная Сталинка, по сути, он продается там уже по 800 за метр. Тоже показатель, да, вот, потому что на Пресне, собственно говоря, даже то, что как бы в теории мы видим, стоит, там, должно 500, стоит 800. Если, например, вы уже смотрите, вот вам нравится именно вот эта тишинка, вот эта часть, вы можете посмотреть в том числе, там, например, Синатру, можете посмотреть, тут есть несколько таких домов, которые там 10-15 лет, но, в принципе, они с неплохим двором, да, и их можно рассмотреть. Из самых, наверное, бюджетных вариантов, которые есть, есть на, ну, по сути дела, на том же Пресненском валу два дома, это Пресне-Сити и Пресненский вал 21 от Пика. Пресненский вал подороже, он стоит где-то там порядка 600-700, а вот Пресне-Сити можно даже за 500 за метр варианты найти. Ну, с ремонтом дороже, но тем не менее. Но Пресне-Сити, по сути, хорошее место, там даже близко Сити, но Пресне-Сити это огромные, ну, это просто свечки, да, и мэровские. Ну, это, опять же, первые их свечки. Много, на самом деле, есть технических проблем строительных. Могу сказать, что, ну, вот, у меня очень много друзей, знакомых, жили и живет в Пресне-Сити. Отзывы не самые хорошие, вы можете, в принципе, почитать в Яндексе. Но, если вам нужна Пресня и нужна низкая цена за метр, я уже говорил, можно рассмотреть Пресню-Сити, можно посмотреть там Шмитовский тот же самый. Если вы хотите очень это место, ну, пожалуйста, за 600 за метр вы уже можете зайти в Пресненский вал и подождать там несколько лет. Или, там, купить, условно, Шмитовский, да, там, за 500, и, ну, у вас будет старый дом, да, вы потом продаете, продавать его будет, скорее всего, там, еще дешевле, чем купили. Но при этом купить хорошую вторичку на Пресне сейчас такая сложная задача, потому что, по большому счету, даже вот мы с вами обсуждали достаточно интересные дома, которые в спросе. Это Сити Парк, это Родсайд, их мало. И даже строящиеся проекты, тоже Лаки и Левен, найти хорошую классную планировку тяжело. Поэтому новые проекты, которые будут появляться, что на Сергея Макеева, что вот на Пресненском валу, что у Смайникса проект, я думаю, они будут пользоваться большим спросом. Друзья, ну что, мы вот в этом прекрасном, красивом месте будем финалить нашу прогулку по Пресне. Кафедральный католический, один из крупнейших католических соборов. Это такое очень известное место в собору непорочного зачатия, в готическом стиле сделан. Многие называют это кусочком Европы в Москве. Это действительно уникальное, редкое такое архитектурное сооружение. Многие вообще, живя там 50 лет в Москве, не знают, что в Москве есть такое. Богослужения проходят на разных языках, на польском, на армянском, на русском и так далее. Здесь иногда проходят органные концерты. Это, на самом деле, очень большое событие для района, для Москвы. Это происходит сейчас достаточно редко. Такие места, их, например, нет на Кутузовском, их нет, допустим, в локациях в районе Третьего Транспортного Кольца. Такие места, они обычно есть только в каком-то тихом, уютном, приятном центре. И многие люди, которые живут в этих старых домах рядом, они очень любят, на самом деле, очень ценят это место. И поэтому здесь всегда такая прям особая атмосфера. Друзья, ну что ж, спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Это был Александр Кузин, компания One Moscow. И если вам понравился такой формат, прогулка по локации, обсуждение проектов и, например, его потенциальных конкурентов, аналитика, то, что мы сегодня показывали, обязательно пишите об этом в комментариях. Мы будем снимать сейчас больше выпусков, потому что сейчас погода становится лучше. Можно выходить из офиса и делать такие классные обзоры. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok